Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 147. Наше изучение псалтыри записывается, редакция портала экзегет.ру, в Московском Срединском монастыре. 147-й псалом является логичным продолжением предыдущего, 146-го псалма. Здесь превозносится помощь Вседержителя своему народу, который возвышается над иными народами вследствие того, что Бог дал ему уставы и заповеди. Слово Божие – это закон для природы и для сыновей Иакова. Господь благословляет жителей вновь укрепленного города Иерусалим, дарует мир и плодородие на прилегающей территории. Рассмотрим детальнее содержание псалма. Первые три стиха. Первый стих состоит из двух параллельных и санинамичных частей, в которых Сион является синонимом Иерусалима. При этом для приглашения «хвалить» используются два разных глагола, которые стилистически обогащают данный поэтический текст. «Вереи врат» – это перекладины на дверях дома, тюрьмы или ворот, которые в буквальном смысле выполняют роль засовов, а в переносном были символом безопасности города. Такие запоры могли быть деревянными, железными или медными. Указывая на «Вереи ворот» как на часть системы безопасности города, автор псалма хочет сказать, что Господь защищает весь Иерусалим и благословляет живущих в нем людей. Обозначенные в третьем стихе пределы, вероятно, означают границы иудеи, а не только стен города. Вряд ли выражение «утверждает в пределах твоих мир» означает только внутренний политический мир, отсутствие раздоров среди населения, междоусобиц. Скорее, речь идет о том, что Бог защищает территорию Израиля от нападения иностранных интервентов. Следовательно, Иерусалим не только защищен от нападения врагов, но и в изобилии обеспечен лучшими продуктами питания. Четвертые седьмой стихи. Природные явления подчиняются законам Божьим. Достаточно Богу послать на землю Слово, чтобы подчинить ее своей воле. Выражение «послал Слово» напоминает историю о сотворении мира по книге Бытия, где часто говорится, что Бог сказал и стало так. Слову, текущему из уст Господа, ничто не может помешать. Его Слово быстро достигает места назначения и становится делом. Он покрывает землю снегом, словно белым шерстяным покрывалом. За славянизмом «волна» стоит еврейское слово, обозначающее шерсть. По всей видимости, указанный следом иней служит не образом красоты, а наказание, поскольку белая пыль называется в псаломе пеплом. Для сравнения, в описании событий Схода нечто круповидное, мелкое, как ини на земле, называлось манной. Если Бог пошлет град, то ледяные камни уничтожат посевы, скот или нанесут людям раны. От дуновения холодного ветра формируется лед, зажимается поверхность воды. Перед сильным морозом человек устоять не может. Седьмой стих описывает появление оттепеля, наступающей вслед за описанной выше зимой. По слову Божию, которое напоминает теплый ветер, тает лед, и в результате появляются ручейки, потоки весенней воды. Слово «ветер» в седьмом стихе является параллелью для выражения слова Божия. Слово и ветер — это две силы, интеллектуальная и физическая, посредством которых исполняется воля Божия в мире. Псалом завершается провозглашением привилегированных отношений израильского народа со своим Господом. Только сыновьям Иакова и никому более Бог дал свое слово, уставы и суды. Все три термина являются синонимами закона Моисея, то есть торы. Псалом 147-й Псалом заканчивается тем же радостным «Аллилуйя», каким начинался и 146-й Псалом. Это ключевое слово свидетельствует в пользу единства обоих гимнов. Резюме. Особые симпатии Господа к своему народу, конечно, не должны вызывать чувство религиозного превосходства. Ссылка на уставы и дважды повторяемые суды скорее подчеркивает, что на Израиль возложена обязанность подчиняться полученному откровению. Другие народы могут сказать в свое оправдание, что не ведают заповедей Божьих. Но не может быть никакого оправдания для Израиля, если он не соблюдает закон Божий. Пророк Амос предупреждал избранный народ от имени Господа. «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Христиане, согласно Новому Завету, тоже считают себя родом избранным, народом святым, взятым в удел. Однако эта привилегия приводит к тому, что за неисполнение заповедей Иисуса Христа Бог взыскивает строже, чем с незнающих Его. Принцип ответственности пред Богом привилегированных лиц одинаков как для Ветхого, так и для Нового Завета. С точки зрения библейской этики, религия должна быть основой гражданского общества. Если поступки человека злы, он не может называться праведником в глазах Божьих. Духовность – это основа нравственности. Тем более это касается лиц, призванных к священному или миссионерскому служению. По апостолу Петру суд Божий начинается с Дома Божия, то есть с верующих, а затем распространяется на всех остальных. Поэтому если кто-то пострадал за веру, ему должно быть стыдно. Но если кто-либо из называющих себя верующим пострадал как убийца, или как вор или злодей, или как посягающий на чужое, того ждет не радость и блаженство, а по апостолу Павлу скорбь и теснота. Благодарю за внимание.